Хэй, хэллоу, хай, гамарджоба, оригатоу. Всем здравствуйте, с вами Геннадий и Властелин Туй. В этом выпуске вяз шершавый Кампердауни. Провожу обрезку неухоженного растения. Уменьшаю объем кроны на 70%. Перед нами вяз шершавый сорт Кампердауни. Это небольшое дерево с густой зантиковидной кроной. Ветви этого вяза растут вертикально вниз, но при этом немного отходят в стороны. Экземпляр, который вы видите на видео, растет очень близко к забору. Из-за этого одна сторона вяза недоразвитая. Если посмотреть со стороны забора, то там практически отсутствуют плакучие ветви. С вами Геннадий и Властелин Туй. Стрижка хвойных растений и лиственного сада. Уход за вашим участком. Минск, Беларусь. Выезд по всей стране. Листья у этого вяза крупные, как у шершавого вяза. И достаточно быстро растущие растения. В год длина ветвей может прирастать до метра в длину. Но при этом они все растут не спадающе вниз, так как растения плакучей формы. Не допускайте соприкосновения ветвей с землей, потому что они могут подпревать и подгнивать, так как у земли повышенная влажность. Листья у вяза очень крупные, 10-15 см длиной и около 8 см шириной. Широко яйцевидные и по краю немного такие зубчатые и при этом шероховатые. Сам вяз очень красив, он имеет темно-зеленую окраску и осенью прекрасно выглядит в желтом наряде. Дерево в условиях Беларуси достаточно морозостойкое, при этом выносит легкую полутень. Данный сорт вяза шершавого Кампердауни может быть на прививке около 1,5-2-2,5 метровом штамбе. Вы можете выбрать любую высоту растения для вашего ландшафтного дизайна. Но учтите, что выше места прививки он практически не растет. Лишь некоторые ветви, которые вырастают в сторону и немного вверх, позволяют ему немного подниматься над местом прививки. Основная суть роста этого вяза это плакучая форма. То есть ветви растут вниз, создавая плакучее зонтичное растение. Напоминаю, что я занимаюсь топиарной стрижкой хвойных и лиственных растений, обрезкой хвойного и лиственного сада по всей Беларуси. В данном случае экземпляр, как вы видите, по ветвям поражен так называемым усуханием. Возможно это голландская болезнь и иные грибковые заболевания вяза, которые приводят к омертвлению тканей и прекращению сокодвижения по коре. Много ветвей можно просто брать и выламывать, при этом не перебегая к помощи пилы или секатора. Моя задача спасти это дерево, провести профилактическую, санитарную и омолаживающую обрезку, удалить заболевшие отмерзшие ветви, простимулировать рост ветвей, которые находятся в более верхней части и создать дерево с более ажурной и просвечивающейся кроной. После обрезки этот вяз был неоднократно обработан медным купоросом, железным купоросом. Использованы были противогрибковые препараты по типу райокскор и иные, которые обладают различным действием к грибковым заболеваниям. Вяз начал хорошо расти и давать новые здоровые стимулирующие побеги. Правило обрезки плакучего вяза следующее. Необходимо удалять ветви, которые сильно загущают крону. Ветви, которые прикрыты сверху молодыми веточками, необходимо удалить, так как они недостаточно получают света и не особо развиваются. Кстати, вы видите, что от места прививки вяз вверх вырос на сантиметров 30-40, максимум 50. То есть это естественный рост. Через лет 20, конечно, он может подняться от места прививки вверх, смотря какие ветви выстрелят и начнут расти в верхнем ярусе. Может подняться на метр и на два, если не проводить регулярную обрезку. Данный вяз шершавый Кампердауни растет очень близко к забору. Солнечный свет в утренние часы весной закрывает часть кроны данного дерева, поэтому со стороны забора у него небольшой объем ветвей. Это дерево прекрасно выглядит в одиночной, так называемой солитарной посадке, когда он растет на видном лобном месте и просматривается со всех сторон. Тогда он будет наиболее эффективно выглядеть в вашем саду. Также я удаляю мелкие лишние ветви, которые перекрещиваются, трутся друг от друга. То есть стараюсь создать более воздушную и прореженную крону. Когда начнется вегетативный период и пойдет новое отрастание ветвления, вяз достаточно быстро нарастит объем своей биомассы. Поэтому не бойтесь обрезать регулярно и ежегодно вяз шершавый Кампердауни. Это плакучая форма. Благодаря обрезке будут стимулироваться новые молодые здоровые веточки. При этом вы можете регулировать крону как по высоте, так и по ширине, сдерживая ее в условиях вашей ландшафтной композиции. И просьба к зрителям. Пишите почаще комментарии, обсуждайте, делитесь вашими мнениями, вашим опытом. Возможно он также будет кому-то полезен. Всем приятного просмотра, до скорой встречи. С вами был Геннадий. До свидания. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик обязательно.